Шеф-повар, Максим Григорьев. Салат с консервированным тунцом и сулугуни. Этот салат для любителей консервированного тунца. За счет зелени и заправки на оливковом масле, он получается очень легким. Обычно такой салат я делаю вечером, когда не хочется перегружать желудок чем-то более калорийным. А если к нему еще добавить бутылочку белого вина, то для ужина в узком семейном кругу, самое то. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Горчица в зернах – 1 столовая ложка. Масло – оливковое экстра-верджин – 5 столовых ложек. Перец черный молотый – 1 щепотка. Помидоры черри – 100 грамм. Салат айсберг – 1 штука. Соль – 1 щепотка. Сыр сулугуни – 150 грамм. Тунец консервированный – 1 банка. Уксус яблочный – 1 столовая ложка. Чеснок – 1 зубчик. Шаг 1. Для приготовления этого салата нам понадобится качан салата айсберг, консервированный тунец, сыр сулугуни, помидоры черри, оливковое масло, чеснок, яблочный уксус, зерновая горчица, а также соль и перец. Шаг 2. Салат айсберг порвать руками на небольшие кусочки и сложить в салатник. Шаг 3. Помидоры черри порезать на половинки или четвертинки. Шаг 4. Сыр сулугуни порезать небольшими кубиками. Шаг 5. Чеснок натереть на терке или выдавить через пресс. Шаг 6. Сложить чеснок в плошку. Туда же добавить оливковое масло, яблочный уксус, зерновую горчицу, соль и перец. Взбить все вилкой, готовая заправка должна приобрести мутно-желтый цвет. Шаг 7. Заправить салатные листья заправкой и хорошенько перемешать, так, чтобы каждый листочек был покрыт соусом. Шаг 8. Отправить в салатник помидоры и сулугуни. С консервированного тунца слить сок. Он нам для салата не понадобится. Покрошить филе тунца на мелкие кусочки и тоже отправить в салатник. Шаг 9. Хорошенько перемешать все ингредиенты. Наш салат готов. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.